Каждый уголок Петербурга можно использовать для занятий спортом, если захотеть. Твоя территория расскажет о самых интересных местах северной столицы, где можно пробежаться, прокатиться на велосипеде и не только. У парка Екатерингов не только название сложное, но и судьба крайне своеобразная. Это одна из старейших территорий Петербурга, обожаемая Петром Первым, который одержал здесь одну из своих первых побед над шведами, а после построил усадьбу в память о воинской удаче. Казалось бы, парк просто обязан стать одним из символов города, вроде летнего сада, но что-то пошло не так. Во-первых, эта территория оказалась очень подвержена наводнениям. Русские туристы, гуляющие по Венециям по колено в воде, тогда еще не родились. Во-вторых, город стремительно разрастался вглубь материка. Расположенный на островке в самом устье Невы Екатерингов внезапно оказался глухой окраиной, а гулять по спальным районам далеко не все любят. Парк неоднократно забрасывали, но раз за разом кто-то вновь решал его возродить и облагородить. В конце концов, к 19 веку Екатерингов стал местом ежегодных популярнейших гуляний и, между прочим, одним из центров тогдашнего общедоступного спорта. Здесь катались на коньках, на санях и устраивали конные прогулки. Теперь это одно из немногих мест Петербурга, где можно устроить пробежку по местам, которые посещали Петр Первый, Екатерина Великая, Пушкин, Гоголь и многие-многие другие. Помимо исторического антуража, в самом парке имеется открытый грунтовый теннисный корд с весьма доступными ценами. Далеко не самое известное место, а между тем в хорошую погоду здесь прекрасные услуги для тренировок. Правда, ключевые слова – в хорошую погоду. В Питере с этим проблемы, а крыши у корда нет. Есть только мощнейшая живая изгородь, которая маскирует корды так, что можно их и не заметить, если специально не искать. Экологи должны быть в восторге от такого зеленого во всех смыслах объекта. В любом случае, поиграть в теннис на местах воинской славы Петра Великого – это круто. Все остальные точки интереса для фанатов спорта находятся у входа в парк, прямо у мостика. Тут каким-то чудом удалось втиснуть футбольный стадион «Кировец», на котором в разные годы играли десяток петербургских команд, в том числе изредка и сам «Зенит». Сейчас стадион больше известен как «Рэгбийная арена». Здесь множество ярких побед одержала знаменитая питерская команда «Нарвская застава». А рядом со стадионом находится «Картинг-клуб». Это современная замена конных прогулок. Парк очень популярен у любителей бега. Его закольцованные грунтовые дорожки великолепно подходят для тренировок, а народу здесь гораздо меньше, чем в распрученных туристических местах, вроде парка «Трехсотлетия». Много только рыбаков, но они сидят на берегах прудов, чего-то ждут и абсолютно никак никому не мешают. Екатерингов был бы вообще идеалом бегуна, если бы не то, о чем мы говорили вначале. Как только начинаются дожди, грунтовые дорожки начинают разваливаться, и по ним уже нормально не побегаешь. Наводнений-то больше нет, но глубокие лужи вполне способны их заменить, а грязь – это всегда грязь. Так что лучше следить за погодой, если собираетесь тренироваться здесь на регулярной основе. В целом Екатерингов очень необычное и специфическое петербургское место, где можно расслабиться, пробежаться, посмотреть регби, если идет сезон, и приобщиться к истории. Пешей доступности от метро «Нарцкая». Хороший выбор для консервативного спортсмена, которому тихие и тенистые аллеи нравятся больше, чем скейт-парки и аспальт. Продолжение следует...